друзья мое обращение к вам связано с событиями которые происходят сейчас в этом мире коронавирус который распространяется очень быстро по всей земле и как вы знаете это приносит много паники и страха в народ я хочу поделиться с вами новостями да да я знаю что вы уже слышали много новостей но моя новость сегодня для вас она другая моя новость несет в себе мир поэтому я призываю вас уделите пожалуйста пару минут и послушайте это послание когда иисуса христа распяли ученики разбежались все надежды рухнули пришла паника и страх казалось бог потерял контроль над миром бог потерял контроль над злом но воскресший иисус христос явившись ученикам его первые слова были мир вам как много утешения в этих глубоких словах бог не потерял контроль над миром и сегодня все что происходит в мире сейчас это удивляет всех кроме истинных христиан знающих слово божье об этом было написано и предсказано давно что это будет например матфея 24 глава или луки 21 глава там написано восстанет народ на народ написано будут большие землетрясения по местам будут глады моры и ужасные явления что такое глады и моры других переводах написано что это эпидемии в разных местах это всего лишь маленький факт подтверждения что слово божье является истиной это в очередной раз подтверждает и поднимает авторитет библии поэтому нам нельзя нельзя бояться я призываю вас дорогие христиане чтобы мы помнили что в писании написано бог нам дал не духа страха от духа силы любви и благоразумия я призываю христиан сегодня по всему миру нести послание мира как никогда не распространяйте панику фотографии посты репосты которые приносят страх этого и без нас хватает но давайте будем людьми мира сегодня в америке власти запретили нам собираться в церкви по воскресеньям но мы не растерялись мы будем продолжать дальше собираться в домашних группах эта модель уже испытана это модель во-первых первоапостольской церкви когда не было еще больших зданий была просто домашняя церковь эта модель испытана нашими отцами которые прошли гонения эта модель прошла свое испытание в китае где церковь также была гонима и они пережили и церковь устояла и сегодня друзья нам важно заметить одну важную деталь что среди всех новостей болезней самая большая беда это страх в народе это паника это даже больше угроза чем какие-то физические заболевания и нам важно заметить что страх всегда пытается изолировать человека и дьяволу намного легче добить человека в одиночку поэтому я призываю вас не оставайтесь изолированы но будьте частью тела христова как никогда именно сейчас цените церковь многие пытались уничтожить церковь и в сфере этих событий церковь тоже как бы отходит закрывается людей как бы разгоняют я вас призываю будьте частью церкви помните что римская империя пыталась уничтожить церковь коммунистическая империя пыталась уничтожить церковь написание говорит что врата ада не одолеют церковь поэтому держитесь и будьте частью церкви приходите на домашние группы оставайтесь на связи будьте в общении вместе мы сможем пройти и этот кризис сегодня время для церкви как никогда нести евангелие а евангелие в переводе это благая и добрая весть новости приносят тревогу и страх поэтому друзья замечайте сколько вы времени уделяете чтению новостям и сколько вы времени уделяете чтению писания написано в библии велик мир и покой у любящих закон твой то есть слово божие несет людям мир поэтому питайтесь из этого источника мира и будьте благословенны помните что мы люди веры мы имеем большую привилегию знать и верить в бога поэтому не бойтесь мы пройдем и выйдем победителями